На завтра случилось следующее. Новичка пригласила на доверительную беседу Клавдия Ивановна, мать Никиты, та самая учительница изящной словесности. «Садись, мальчик», сказала она и вновь сморщила нос. «Я бы хотела поговорить с тобой на весьма щепетильную тему». «Слушаю вас, Клавдия Ивановна, с рулек сел и положил руки на коленки. Видишь ли, ты новенький в нашей школе. Я просто хочу тебе немного рассказать о ней. Наша школа славится интернационалистическим мировоззрением учителей и учащихся. У нас проводились месячники солидарности с народами Никарагуа и Анголы. Мы собирали макулатуру, чтобы на вырученные деньги послать гуманитарную помощь голодающим детям Руанды». «А тутси с Хуту вы не обслуживали?» «Что? Тутси? Какие тутси?» «Из Бурунди», пояснил с ролик. «Они страдают от гражданской войны. Им бы очень помогла гуманитарная макулатура». Не об этом сейчас речь оборвала его Клавдия Ивановна, почувствовав подвох. «Скажи, ты бы не хотел изменить свое имя, ну, например, на Сашу или Сережу?» «Зачем?» – удивился мальчик. «Мне имя дали в честь прадедушки Сруля Хаймовича. Клевый старикан был». «Нельзя взрослых говорить «клевый», Клавдия Ивановна строго посмотрела на Срулика. «Он не взрослый, он уже умер». Тем более. Невпопад завершила дискуссию словесница. «Так ты не хочешь, чтобы в классе тебя называли Сережей?» «Уверяю тебя, так ты быстрее подружишься с одноклассниками, будешь ходить к ним в гости, приглашать к себе». А без этого, стало быть, в гости мне путь заказан. Срулик встал и отряхнул с колен невидимые пылинки. «Вот ваш Никита завтра меня позовет в гости, а мне нельзя будет». «Кто ж сказал, что нельзя?» Клавдия Ивановна не на шутку растерялась. «Пожалуйста, приходи к нам». «Так Никита же еще меня не звал». «Ну и что? Я зову». И очередная непроизвольная гримаса скривила лицо. С удовольствием Клавдия Ивановна кивнул срулик. «Но только после того, как вы поменяете имя». «А я зачем?» – удивилась она. «Потому что латинское «клаудус» обозначает хромой, а имя Клавдии было одним из названий бога вулкана, он же Гефест». «Откуда ты это знаешь?» Успенского читал «Слово о словах». «Тоже учитель изящной словесности». И, не давая ей опомниться, добавил «Так я могу идти, Клавдия Ивановна?» «Иди сруль», через силу выдавила она. Звучание этого имени причиняло ей неизъяснимые страдания. Оно никак не вязалось с самим понятием «изящная словесность».